Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Столб дыма, вой сирень, недоброе утро, испугавшие жителей. В Барнауле загорелся шинный завод. Пришел всерьез в Алтайском крае, фиксируя заболевших свиным гриппом. Так ли страшна зараза? Домам несколько лета в них ходят в обуви. Как барнаутцы мерзнут в квартирах и как можно изменить такой температурный режим? Вот здесь, кстати, хорошо видно уже 13 градусов. 13-14 градусов, то есть температура пола. Погивших нет, а вот пострадавшие есть. Сегодня ночью загорелся один из цехов шинного завода. Столб дыма, вой сирену. Многие жители Барнаула с утра не понимали, что происходит. Дмитрий Дроздов побывал на месте происшествия спустя 10 часов после начала возгорания и пожарные все еще работали. Передаю ему слово. Уже больше 10 часов на шинном заводе устраняет крупный пожар. На место происшествия прибыл даже пожарный поезд. Огонь устраняет 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России. 92 человека и 26 единиц техники. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Силы средства работают по повышенному рангу пожара. На данный момент пожар локализован. Пожар произошел в подготовительном цехе четырехэтажного производственного здания шинного завода. По уточненным данным в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены 3 человека. Работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны. Им оказали помощь и сейчас они отправлены домой. Ликвидация пламени проходила в крайне сложных условиях. Сильного задымления дым был виден из разных уголков Барнаула. И низкая температура. Сейчас на улице минус 30. Замерзают даже пожарные машины. Что касается работников, их выходные начались немного раньше. Всех отправили по домам. Прокурор Алтайского края Антон Герман уже поручил провести проверку, выяснить причины пожара, а также проконтролировать соблюдение трудовых прав работников предприятия. Мы будем следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня в Барнаул прибыл полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. О планах его визита известно немного. Так, одной из важных точек стал Барнаул-Трансмаш. Там он проверил выполнение оборонных заказов. Позже Серышев может принять участие в церемонии вручения государственных наград. Местные политологи уверены, что это плановый визит. Так, ранее Серышев посетил Красноярск и Железногорск, где с местными властями и производственниками также обсуждали вопросы оборонного заказа. Добавим, что Анатолий Серышев приезжал на Алтай год назад. Тогда он рекомендовал местным властям усилить антиковидные меры. Свиной грипп шагает по стране. Накануне глава Роспотребнадзора заявила, что в этом году грипп в Россию пришел всерьез. Алтайские специалисты сегодня собрали круглый стол, посвященный давно знакомому всем свиному гриппу. Напомним, с ним человечество столкнулось в 2009 году. Так ли страшна зараза, расскажет моя коллега Рина Корчагина. Свиной камбэк. Грипп H1N1, кажется, пододвинул коронавирус. Впервые за пару лет специалисты озадачены не высоким подъемом ковида, а ростом заболеваемости свиным гриппом. Он уже накрыл почти все регионы страны. В крае уже порядка 20 выявленных случаев. Регистрация гриппа в целом как в России, так и в Алтайском крае. От числа всех исследуемых материалов у нас в районе 10% это вирусы гриппа. Свиной грипп человечество познало еще в 2009 году. Можно сказать, что тогда грипп свое уже забрал. Сегодня летальность от него не такая высокая, да и сам грипп уже не такой коварный и опасный. Наверное, это, ну так скажем, эволюционное развитие пандемии ковида в сторону ее затихания, но складывается такое впечатление и мнение у специалистов. И то, что мы сейчас опять возвращаемся в историю сезонного подъема заболеваемости рвы и гриппом, это ожидаемое. Но я думаю, что правильно относиться к текущим событиям, как к естественному течению исторических событий. Сегодня многие жители по привычке воспринимают любое недомогание за ковид. Хотя, как говорят специалисты, большинство жителей региона сейчас болеют все-таки привычными ОРВИ и даже не коронавирусом и не свиным гриппом. Наша поликлиника одна из самых больших в крае. 26 тысяч прикрепленного населения. И то, что касается роста заболеваемости вирусными инфекциями, если с 21 ноября, вот мы отсчитываем, то заболеваемость выросла на 45%. При этом свиной грипп проявляется несколько иначе, чем коронавирус. Для H1N1 характерно резкое начало. Пациент буквально в течение нескольких часов из состояния относительного здоровья превращается в больного. Вот раз после обеда. И все, появилась резкая слабость, повысилась температура, уже абсолютно нет способности доработать свой рабочий день. Проявления, характерные для ковида или ОРВИ с первых дней, вот эти местные проявления в виде насморка, кашля, заложенности в горле, боли в горле, для гриппа в первые дни не характерны. И лишь только на второй-третий день появляется симптом в виде сухого надсадного кашля. Кстати, сегодня в полтора раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. За последние сутки в регионе зафиксировали 3,5 тысячи вызовов. Врачи связывают это именно с тем, что жители стали чаще болеть ОРВИ. Однако медики напоминают, что с температурой 37-38 логичнее обратиться к участковому терапевту, чтобы сразу оформить больничный и получить адекватную схему лечения. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Четыре депутата прекратили полномочия, еще два уволены за утрату доверия. Больше 700 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. В этом году правоохранители края выявили больше 2,5 тысяч нарушений закона о коррупции. Но по итогу заведено 22 уголовных дела. Такие цифры предоставили в Краевой прокуратуре. В ведомстве провели координационное совещание в рамках выполнения нацплана противодействия коррупции. Среди нового алтайские нарушители овладели иностранными финансовыми инструментами. Ущерб, который понес край от мошенников за 22-й год, приведут позже. По данным прокуратуры, преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, стало больше на 30%. Драки не было, утверждает пока единственный свидетель конфликта водителя маршрутки и 15-летнего подростка. Об этой истории уже неделю говорят в социальных сетях. Водителя уволили, но он считает, что не заслужил такой меры ответственности. Передаю слово Марии Мацаевой. Пешеходный переход на улице Ядринсова. Конфликт, произошедший здесь, уже неделю обсуждают жители Барнаула. Его участники – водитель 41-го маршрута и 15-летний подросток. Многие уже видели кадры перепалки с уличных камер. Водителя сразу же уволили. Но мужчина утверждает, что пострадавший в этом конфликте именно он. Все время на дорогу смотреть я не могу, так как я и водитель, и кондуктор. Когда я отвлекся на пассажира, повернул голову и увидел ребятишек. Увидел поздно. Уже подошли к пешеходному переходу. Так как там дорожное покрытие, гололед, пришлось экстренно тормозить. Хотел сделать замечание. Открыл дверь, сказал ребятам. «Ребята, вы когда дорогу переходите, вы будьте добры, обращайте внимание». На что он мне начал показывать средний палец. Он меня начал посылать на всем известные три буквы. Раз, два, три, четыре. После этого я уже не выйдет. Сейчас водитель 41 маршрута ищет очевидцев произошедшего. Пока ему удалось найти лишь одного свидетеля, это Алина. В этот момент как раз она шла на работу. Алина, что же вы увидели? Я ехала на этом 41-м же автобусе и вышла перед этим пешеходным переходом. Как раз когда я подошла, они остановились и начали переругиваться друг с другом. Водитель поругал подростка. Я так поняла за то, что он то ли не посмотрел на дорогу. Мальчики, подростки показывали флаки под водителю. И нецензурно выражались, что как-то спровоцировало его, что он вышел и решил их проучить. Он перебежал дорогу и этого парня в плечо толкнул. И они вместе немножко поскользнули. И тот его поднял за воротник, за капюшо. Он так немножко подергал, как что, так невежливо обращаешься. Я точно не помню слова. И развернулся и пошел. Просто пошли дальше. Никого никто не бил, никто не страдал, не у нас. Ну, то есть драки никакой не было в итоге. Единственное, то, что его подергали за капюшом. Так юношеская бравада парня и нездержанность водителя привели к неприятным последствиям. На работе я написал объяснительное, после чего я ездил в полицию. Когда я показания давал, полиция мне сказала, что потерпевшей стороной они еще не разговаривали. С обострением транспортной ситуации в соцсетях люди стали все чаще жаловаться на водителей и перевозчиков. Однако надзорные органы доходят в единицы. За полгода пять обращений. По вопросам несоблюдения графика движения автобусов на линии, а также отсутствия возможности безналичной оплаты за проезд. Помимо этого нам поступило еще три обращения от пассажиров общественного транспорта по вопросу курения водителями в салонах автобуса. Чаще горожане обращаются напрямую к перевозчику. В этот раз ситуация привела к увольнению водителя. А по словам пассажира-перевозчика маршрута 41, теперь вместо шести водителей ему не хватает семь. А тем временем правоохранители продолжают разбираться в ситуации. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. Уже несколько недель мороз испытывают жители Алтайского края. Вот только в такую погоду не все могут согреться в своих домах. Последние дни в нашу редакцию обращаются замерзшие барнаульцы. При этом эти люди купили квартиры в хороших районах, в новых домах за приличные деньги. Но вместо тепла и уюта получили плесень и промерзшие стены. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Вот здесь, кстати, хорошо видно уже 13 градусов. 13-14 градусов, то есть температура пола. Дом на Балтийской 101 сдали в прошлом году. Первая зима сразу обнажила проблемы нового здания. Например, в этой квартире можно ходить только в зимней обуви. С помощью тепловизора находим самую холодную точку. Под кроватью в спальне 10 градусов. Сюда холодный воздух из-за окон никак не мог попасть. И здесь у нас температура пола 14 градусов. То есть 14 градусов даже в ванне. То есть это центр, так скажем, самого дома. И остыть он сам по себе никак не мог. Батареи здесь порядка 60 градусов. То есть это достаточно для того, чтобы здесь было жарко. Но в квартире все равно у нас недостаточная температура. Эту проблему возможно решить, я думаю, скорее всего утеплением самого подвала. То есть возможно у нас в самом подвале именно идет промерзание. Сам подвал холодный и передается все это наверх. Хозяин квартиры обращался к застройщику, но безрезультатно. К тому же, допустим, фурнитура с окон, с дверей. Ощущается очень даже сильный поток воздуха. Если у нас дует, мы сначала регулируем фурнитуру. А потом, если мы, ну пять раз, если вы ее регулируете, понятно, что что-то с ней она не регулируется. Значит, необходимо менять фурнитуру. Раз дом сдан от застройщика, то у него должна иметься гарантия, насколько я понимаю. А это уже дом на Антона Петрова 221Г. Семья Кривошейцевых заехала в квартиру в 2017 году. А в 2021 к ним подселились плесневые грибы. Избавиться от такого соседства семья не может. Особенное торжество плесени всегда приходит с морозами. Летом не замечаешь такого, конечно, жарко, тепло, тут ничего не тянет, когда начинается минусовая температура. Холодно с утра, особенно когда встаешь, очень холодно по полу. Плесень покрыла и другие квартиры в подъезде. На углу этого дома мы обнаружили, что люди пытаются запенить проблемы с промерзанием. Зачастую новоселы не могут самостоятельно решить проблему. Ведь, по словам юристов, застройщики в принципе не любят выплачивать компенсации за любые недостатки, считая это потребительским экстремизмом. Самыми же распространенными температурными сюрпризами, которые ждут новоселов, являются проблемы с оконными и балконными ПВХ-блоками. Поскольку они еще не отрегулированы зачастую, дом еще не дал окончательной усадки и зачастую это продувание, растрескивание стеклопакетов, самих ПВХ-блоков. Что касается таких проблем, как плесень и холодные полы, я бы настоятельно не рекомендовал получать компенсацию за данные недостатки, а обязать застройщика устранить эти недостатки. Ну а наши герои намерены бороться с плесенью уже в судебном порядке. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Единственные за Уралом. На Барнаульском заводе АТИ запустили производство графитовой фольги. Это значит, наши промышленники сделают еще один шаг в сторону импортозамещения. Графитовая фольга – крайне востребованный продукт. На открытии нового цеха побывала Валентина Аскерова. Просим вас приложить правую руку к экрану. Перспективы единственного за Уралом производства фольги из графита оценивают чиновники, общественники, промышленники. Этот минерал нагревают, благодаря чему он увеличивается в объеме в десятки раз. Затем из него формируют пластины. Получается фольга. Ценные продукты для производственного цикла самого Барнаульского завода АТИ и для других предприятий. Порядка 50% выпущенной графитовой фольги будет применяться у нас для внутреннего потребления на заводе. То есть непосредственно в цехе промышленных уплотнений для производства спиральных прокладок и различных других уплотнений. Другая часть, то есть порядка 50% оставшиеся, будет продаваться на рынке в виде графитовых листов. Фольга для нефтяников, газовиков, энергетиков. Алтайским предприятиям теперь не нужно заказывать этот материал из центральной части страны, уж тем более за рубежом. Здесь производят до 30 тонн продукции в месяц. А еще новый цех – это новые места. Пока здесь 5 сотрудников. А при переходе на круглосуточный режим рабочих рук станет больше. Производить графитовую фольгу будут 17 человек. У нас талантливый народ. Я вот по своим ребятам, супер наладчики, приезжают бошевцы, это номер один в мире, и говорит, отмечает, что у вас очень высокий кадровый потенциал всех – инженеров, рабочих, наладчиков и так далее. В год прирастут они объемом выручки 150 миллионов, хотя по бюджету это ощутимо будет. 30, почти там 6 миллионов – расчетная цифра, годовой объем дополнительных доходов бюджета. Небольшой для края проект, но он очень важный, потому что он открывает возможность для других предприятий. Объем инвестиций в проект превысил 60 миллионов рублей. Существенную помощь оказал фонд развития Алтайского края. Открытие этого цеха – второй этап на пути предприятия к полному циклу производства терморасширенного графита и уплотнительных материалов из него. В следующем году в новом цехе планируют выпускать готовые продукции на 100 миллионов рублей. К 2024 году при выходе на круглосуточный режим работы эта цифра станет в два раза больше – 200 миллионов рублей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Смотреть фильмы на большом экране теперь могут жители Первомайского района. Там открыли современный кинозал. Его оборудовали в рамках нацпроекта «Культура». На премьере 21 века в Первомайском побывала Юлия Щепина. Народные гуляния и праздник на весь район. Так в Первомайском отмечают открытие 3D-кинозала. Последний раз фильмы здесь смотрели несколько десятилетий назад. В детстве мы помним, что у нас был кинотеатр и ходили туда и с родителями, и с друзьями. Но по прошествии какого-то времени, к сожалению, мы не имели такой возможности. А сегодня наш кинотеатр вновь открывает двери. И я думаю, Первомайцы будут очень довольны вот этой новой культурной услугой, которую мы им предоставляем. Первый кинопоказ в 21 веке. В зале сотня детей и их родителей. С нетерпением рассаживается, выключается свет. И вот она, магия. Сейчас российского мультфильма «Финник» о мечтах детей. Увидеть здесь на большом экране любимые фильмы. Сказатель Патрон. Гарри Поттер. Раньше людям было кому-то тяжело добираться. Если это старшее поколение, до Барнаула, может быть, на Алтайска. Если это молодые люди, то всегда нужно попросить родителей отвезти. Сейчас это культурная жизнь. Это повышение культурной грамотности молодого поколения. Это развлечение не просто, а именно полезный досуг. В 21 году в Доме культуры Первомайского района провели капитальный ремонт. В зрительный зал купили театральные кресла. И в этом году в рамках нацпроекта «Культура» здесь оборудовали современный кинотеатр на 300 мест. Надо сказать, что фонд кино выбирает те залы, где открыть, модернизировать по 3D-кинозалы на конкурсной основе. И не все заявки выигрывают и получают федеральные деньги. Например, Первомайская заявка с первого раза прошла, и сегодня мы видим такой результат. Но поскольку мы с вами в цепочке мероприятий находимся, сделал одно, надо сделать другое, то теперь, коль у вас еще и кино есть, я теперь от вас не отстану, придется пушкинскую карту заводить. Современный кинозал открыли и в Панкрушихе, на базе районного дома культуры. Там кинотеатра не было 30 лет. Всего на оснащение сельских кинозалов из федерального бюджета Алтайскому краю было выделено 18 миллионов рублей. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...